Приветствую вас в городе, где рождается ветер. Вот у меня это уже второй выпуск про Лиапаю. Первый был в феврале и вот сейчас приехал в зеленое время и за это время уже есть несколько изменений в городе. Одно из них то, что вы сейчас уже видите, то есть появились новые трамваи. Причем их уже немало. Понятно, не все сразу поменены, но значительная часть. Также понятно, что в тот раз я мог только небольшую часть от города показать. Он все же довольно большой и обширный. Третий по величине в Латвии. Поэтому я вот обещал продолжить съемку и на этот раз этого как раз собираюсь сделать. Вот начинаем с центральная часть. Это набережная. Это такой канал, соединяющий Ляпайское озеро и море. Вот такой вид с канала. Также тут видно какое интенсивное движение. В тот раз я был, это был воскресный день. Сегодня день рабочий и уже активность совсем-совсем другая. Видно также сколько тут разного рода кораблей на этом канале. Порту дальше, у моря. Это сторону вокзала и автовокзала. Оттуда я как раз приехал, но центральная часть в другую сторону. Вот там тоже другой мост. А тут вот сделана такая набережная. Также и здесь ее видно. Правда первое, что я пуш почувствовал в этом городе, это был ветер. Поэтому стараюсь как-то предохраняться от него как только могу. Ну сейчас он может быть чуть-чуть утих как бы. Вот какая улочка постояла. Это как старая Рига что-то напоминает такое. Дома вон какие. Кстати весьма в хорошем состоянии тут. Вот опять едет этот трамвай и на этот раз я вам хочу показать поездочку на таком трамвайчике. Вот этот который идет навстречу. Еще старый вид. И на этот раз я впервые тут не только на один день. Из-за отпуска есть такая возможность побывать на этих краях. И вот я впервые тут с ночевкой и ночевать собираюсь вот на этом отеле. Это центральный отель Лива. Лива то есть... А выбор это место потому, что тут очень, кстати, приемливая цена и качество хорошее. Даже можно сказать пока что, что очень хорошее. Номера удобные, комфортные, тихо там все и цивилизованно. Вот тут рядом... А это торговый центр. Тут Липецкий университет. Очень интересная реклама. Ощущай городские парадоксы. Вот здание университета. Вот тут начинается старый город. Это площадь Роз. Такие общие сведения про город я не буду повторять. Потому что я их изложил, в том числе исторические и так далее, в предыдущем видео. Но сейчас я хочу вам предложить поездку новым трамваем. Таким образом можно будет увидеть большую часть от города. И вот трамвай уже подъезжает. Вот. Тут всего лишь один маршрут. Но зато вот какой трамвайчик. Ну вот. Тут нужно было компостировать талончик. Вот. Даже у меня не нашлось места так, чтобы сесть на этой стороне. Оно сидит-то по одному. Сейчас мы еще едем через старую часть города. Вот эти трамвай. Транвайки поставлены только в этом году. Как я читал, первый трамвай был поставлен в ноябре прошлого года. А начали курсировать в марте этого года. И часть транспортных средств уже заменена. Но этот процесс еще продолжается. Вот город весьма обширный. Но я надеюсь, что картина со временем поменяется. Что касается самого трамвая, то они произведены в Хорватии. И тут мы видим, что рельсы отличаются. Они более узкие, чем в Риге. И, ну да, угол Пелстя, видимо, тоже. Вот Лепая много, как я вижу, значительную часть города занимает такая мелкая постройка. Но постепенно уже подбираемся к жилым районам. Вот там видно уже совсем что-то другое. Вот тут уже начинаются новые дома. И видно, что это уже выглядит совсем по-другому. В Лепая, как я понял, много реновированных домов. И вот у них совсем уже другой вид. Вот по той стороне тоже. И вот все это сочетается с частными застройками. Ну вот постепенно люди выходят, другие заходят. Сейчас выборы у нас скоро муниципальные. Поэтому во всех самоуправлениях, кроме Риги, рекламируют кандидатов. Рекламируют, что они хорошего сделали. И собираются сделать. Вот тут мы заворачиваем от большой улицы. Вот по такой улице мы ездили. Заворачиваем на Ату. Ну вот мне такое впечатление, что Лепая весьма некомпактный город. Вот тут все разбросано так, как будто в большой площади. Опять такие маленькие улочки. Но трамвай тут едут часто. Вот, скажем, отличие от того же Тауглопилса. Тут каждые 7 минут я посмотрел по расписанию едет трамвай. Вот талончики нужно покупать в киоске, кстати. Еще вот такой старый метод МЕЦА. И потом компостировать. Если нет, то можно купить и у водителя. Но в киоске они стоят 70 центов проезд. А у водителя 1 евро. Ну, долга убился дешевле. Там 50 центов всего лишь. И там билеты продает кондуктор. Вот, это уже все больше и больше такие жилые районы. Сегодня был такой дождь с утра. Дюрмаль, в Риге все время лил непрерывно дождь. И вот тут по дороге он закончился. Но я вот посмотрел по прогнозам. Вот как раз было сообщено, что тут в юго-западе Ватрии дождь закончился быстрее. Вот так решил в эту сторону поехать. Эти дни. Тут как бы суша, но зато ветрено. Ну вот сейчас мы приезжаем через жилые районы. Ну, их тут, конечно, несколько. Тут есть еще северные районы. Там это больший военный городок. Там говорят, что это конструировали. Там это нитокест имеется, который в Орле и Решке показан. Ну, я не поклонник такого рода занятий. Ну, вот и конечное. Приехали. Ну, вот видите, как тут. Да, тут цел такой район. И вот тут еще куча автобусов стоят. Видимо, для них тут тоже конечное. Вот тут примерная схема города. Сам город. Тут центральная часть. А мы находимся вот тут внизу. Само. Где красная точка. И вот тут схема движения городского транспорта. В основном это автобусы. А вот тут красным выделена линия трамвая. Вот это. Буква Т обозначена. Вот тут, кстати, тоже есть то, что сейчас в Вериде ввели. Устное провозглашение внешнее. То есть подъезжает автобус и устно говорит, какой маршрут и какая у него конечная. Вот один из парадоксов Лепой на рекламе. Вот что. Кафе под открытым небом в море. Ну вот. Так что видно, что так примерно выглядит Новая Лепая. Ну, можно сказать, что я сам не знаю этого города. Я вот вообще тут так, ну, здесь конкретно в этом районе впервые. Так, ну вот. А насчет гостиниц. Их тут действительно весьма много в Лепая. Потому что все же тут море. И летом приезжают литовцы. Ну, не только литовцы, конечно. Но они в последние годы довольно больших количествах переезжали. Ой, какая кошка тут. Тетя гладит кошечку. Да и сейчас можно сказать, что там было совсем не пусто. Даже вот таких номеров, как я снимал, там было показано, что всего лишь несколько таких осталось. Там люди видно, что имеются. Во-первых, можно заметить, что у нас каким-то образом попадают и иностранные жители. Вот это очередью магазина. Вот таким образом нужно стоять, если не хватает корзин. То есть это специально, это число сделано так, чтобы корзин и тележек было столько ровно, сколько площади разрешено находиться людям в магазине. Это на одного человека должны быть 25 квадратных метров. А если вот больше, то остальные нужно ждать снаружи. Но есть у нас и отрадные новости. Наконец-то в последние недели заболеваемость начала резко падать. Причем вот интересно, такое впечатление, что этот вирус себя ведет просто так, как он сам захочет. Потому что тут нет никаких мер более строгих, не применялось наоборот. Они постепенно смягчались. Также нельзя сказать, что люди скорее наоборот, больше стали общаться, перемещаться. Но похоже, что это просто сам вирус решает, когда ему наступать, когда ему отступать. Вот, лепая действительно продолжает, видимо, быть городом благоприятным для кощек. В 90-е я это замечал, что их тут реально много. Но, видимо, они тут есть и сейчас. Ну вот, тем не менее, все же Латвии остается сравнительно высокий уровень зараженности. Выше, чем в среднем по Евросоюзу. Потому что там, ну, сейчас почти во всех странах он падает. Вот сегодня объявили чуть менее 400. Ну, в случаях, в случаях за день, это как бы звучит реально много. Но на самом деле, это, наверное, самое меньшее число за долгие месяцы в рабочий день. По выходным было меньше, но вот по рабочий день, это долгие месяцы такого не было, что меньше 400 тестов делает много. А вот удильный вес положительных тестов всего лишь 3%. Это тоже показатель. Вообще считают, если менее 4%, то это как бы невысокий уровень заболеваемости. А то можно ведь не делать тестов, и получатся цифры совсем небольшие. Вот какой тут небольшой частный домик. Улица Ваньодас. Ваньодас – это такой поселок в бывшем Лепасском районе, у границы Литвы. И там проходила железная дорога, которая в Клайпеду шла. Там Рига Клайпеда даже такой поезд когда-то шел. Вот я так тоже подумал, может быть там когда-то удастся съездить, поснимать как там. Там вот не жили родственники со стороны бабушки. Вот не знаю, как сейчас кто-то живет еще. Ну вот тут район частной застройки, и он уже имеет совсем другой вид. А вот тут интересно, рельсы трамвайные имеются, но трамвай не ходит. Скорее всего, эти старые рельсы. Вот я раньше читал, что там продлевали этот маршрут трамвая. Возможно, что вот как раз там, где мы проехали, есть это продление. Потому что вон, трамвай тут заворачивают. А здесь уже не едут. Тут даже вот по этой скамейке, похоже, что раньше они ездили вот тут. Ну вот тут город юго-западный, одуванчики уже процвели. Немножко еще пройдусь в сторону моря. Какие тут дома интересной конструкции. Вот, я видел некоторые снимки из этого города Льепая. И по ним можно было судить, что город реально постепенно преобразовывается. Ну, видимо, поскольку эти преобразования идут сравнительно медленно, то они еще незаметны во всем. И тут видно какой-то торговый центр с интенсивным движением. А какая тут романтичная картина. Такие девятиэтажки в фоне пруда. И такой естественной среды. С птичками. Домички красивые. А тут вот тоже неплохо. Тут люди тоже весьма много ходят. Едут так же велосипедами и машинами. Да, и вот тут реально много реновированных домов. Куда больший процент, чем в Вериге. Такие, кстати, детские площадки сделаны. И вот мы уже приблизились очень близко к морю. Вот тут уже дорога на море. Тут уже слышен такой гу-море. Он чем-то юрмал напоминает. Но только сейчас тут море открытое. Вот какая тут прогулочная тропа. Пешеходно-велосипедная дорожка. Она, кстати, тут идет. Вон тут в сторону моря как раз. Вон какие тут еще турники. Да, реально. Вот. Вот дорожка сворачивает направо. То есть она идет как бы вдоль моря. И это очень палангу напоминает. Там вот вдоль берега моря есть такие длинные дорожки. Ну, Лепая в этом отношении даже чем-то похожа. Город тоже такой длинный довольно расположился вокруг моря. То есть не вокруг, а вдоль берега моря. И вон тут действительно вот такой парк. Очень удивительно этот велосипед. Вот ребенок ездит как бы сзади папы, но на том же велосипеде. А вот это проход к морю. Дюна. А за дюной понятно же, что будет ветер. Какая тут дюнная зона. Вот в Юрмале, по-моему, когда-то, может быть, и было что-то похожее. Но вот в последнее время уже так не наблюдается. Спортсмены. Ну вот и открытое Балтийское море. В феврале оно было куда менее гостеприимное. Вот теперь оно что-то более человечным стало, что ли. Там какое-то мероприятие или тренировка. А вот знак «Внимание!» В Питере. И вот я к открытому Балтийскому морю. Дует ветер, но он южный. Теперь уже он стал не столь холодным. Хотя ведь и дни температура, ну так, до 15 вообще-то. Вот такими занимаются тут. О, нужно бежать за ним. А это уже больше в сторону центра. Вот тут такие картинки. Это все равно вот между морем и центральной частью города. Так находятся. Тут сколько фонтанов. А это называется Курмайс проспект. Он старинный, еще с 19 столетия. В советское время его назвали советским проспектом. Что-то такое. Вот тут здания старинные. А вот видно, что реставрируются. Вот какое здание историческое. Вот тут такое памятное изобретение насчет гимны города. Хотел сказать изображение. Вот тут, видимо, только одно такое изображение. Вот это как раз первый куплет этой песни. Тут она написана. Ну, с вашего позволения попробую озвучить. Пил сеттая, которая пьезимствует. 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 Варан, вароша, варна, зараз сеш. Зараз сеш. Это вот как раз про ворону, которая сидит на ветке. Ну, вообще-то песня имеет глубокие слова. Тут всего шесть скуплетов, и вот на этом месте тоже такая, как бы, скульптура. Вот тут слова такие, что... То есть, про что для гроба также делает крышу. И потом, вот самый последний пуплет такой, как бы самый глубокий. Пилсет, а куда пьезимствейш, пьезимствейш. Пеплок пьеземес, цивэку мэш, цивэку мэш. Сакнес я увеш, неизплеш, пилсет, а куда пьезимствейш. Пилсет, а куда пьезимствейш. Вот, видимо, тот и есть композитор этой песни. Она, кстати, появилась в 70-х годах, и сразу стала неофициальным гимном города из 99-го года, также официальным. Вот это было такое время, когда композиторы, писатели, ну вообще творческие люди, только как бы на полслова могли только многое высказывать, потому что была ведь геология определенная. И главное, что люди с этого полслова поняли. Поэтому вот как-то мне кажется, что в то время, ну вообще, вот по крайней мере насчет 70-х, 80-х, мне так кажется, что народ был куда более сплоченным, чем сейчас. Вот, может быть, это будет звучать как-то парадоксальным, но вот именно кажется, что вот эта демократия, эта многопартийная система, да, вот все это, что один там друг с другом грызутся, вот это как раз мешает, чувствуя такое единение народа, потому что все время вот каким-то образом народа разъединяет. Не хочу, конечно, призывать к авторитаризму, но недаром ведь говорят, что в истории Латвии, вот как раз именно Латвийской республики, вот самое время процветания было как раз от 34-го по 40-й год, во время диктатуры Карлоса Улманеса. Потому что тогда был авторитарный режим, он разогнал Сейм и разогнал, кстати, по той причине, ну вот это как раз было объявлено, что вот эти постоянные разборки и ссоры, споры между партиями не дают развиваться государству, мешают, то есть. И он, кстати, запретил также и свою партию, Латвийский крестьянский союз. Так что вот такое, просто как исторический факт можно упомянуть. Вот тут такой старый город, вошли в старую часть, но тут видно, что вот что-то обновляется, реставрируется, что-то уже сделано, а что-то еще не сделано. Ну вот такие теперь впечатления про Лепаю в конце мая. А тут еще немножечко покажу променад. Вот это называется яхтовый порт, яхту Оста. Лепайская свободная экономическая зона, видите, какое тут. А это отель Променад. Сколько тут машин. Вот так это выглядит отсюда. Надо сказать, что гостиницы запрошены тут в Лепа, и сейчас, вот в той же, где я останавливался, там реально много людей, там еще приходили, приезжали, латышей много. Просто вот сейчас такое время, когда люди охотно путешествуют по своей стране. Это Лепайский дзинтарс. И вот тут, это, видимо, такой, как бы макет. Вот это канал, тот, возле которого мы находимся. Моста тут отмечены. Вот какой макет этого района. А это что, песчаные часы? Тут тоже какой-то холмик. Там терраса. Вчера вечером тут сидели. А там дальше вон такое. Ну, это, конечно, не настолько шикарно, как, скажем, Променад и Энсплоса. Но, вот, по моим личным чувствам, тут что-то даже более, как бы, человечное. А тут, кажется, такое, как бы, вылизанное, что уже ощущения как-то не такие. А тут, как бы, более попроще, поестественнее, что ли. Что это такое? Корабли. Ой, сколько их много. А тут, кстати, что-то делают. Вот это старое здание, видимо, реконструируют. А тут целая коллекция таких стареньких кораблей. Там, видимо, тоже что-то происходит. Это называется намейс. Что-то о нем читал. Сейчас не могу вспомнить, в каком отношении, но что-то там есть. Намейс – это старый латышский, ну, вождь. А тут этот корабль экскурсионный. Вот этот, с ним проводятся прогулки по порту Лепая. А также сейфишинг. То есть, получается, что можно рыбачить. Вот тут я направляюсь к северной части города. И отсюда виден заезд в порт. Уже к северной стороне, как я понимаю. Это вот тут. А сам порт вот там дальше сквозь дома не видно. Но тут вот сообщение весьма интенсивное. Но зато вон там видно море. Там дальше северный пирс. А тут вот какой интересный мост. Даже вот с Шагбаумом. Там вот это мост Оскара Калпака. И даже вот какие-то времена. Так я понял, что эти времена, когда мост могут, может быть, поднят. Вот. Там уже налево море. А это канал. Это Карлос Тасканалс. То есть, мы сейчас входим в район, который называется Военный порт. Вот какой тут интересный стиль. И, кстати, выглядит, по крайней мере, пока весьма прилично. Я думал, что там будут одни развалины. Ну, вот смотрите, как тут. Какие парки, сады, улицы. Чуть-чуть покажу тут. И потом пойду дальше. Вот в эту сторону как раз находится тюрьма. Которая была особая, потому что специально предназначена для военных. Вот дом в хорошем состоянии. Да, но тут живут люди. Правда, значительно меньше, чем это было, когда тут была советская армия. Вон какой классный парк. Вот это памятник латвийским воинам, которые в 19-м году сражались за Латвию. Как известно, Лепая была почти единственным местом в то время в Латвии, которую не заняли красные стрелки в 19-м году. Знак столетий у Латвии. Ну, в общем, это был военный городок, который был построен на конце 19-го, начале 20-го столетия при царе Александре Третьем. И вообще вокруг Лепой были оборудованы фортификационные сооружения. Некоторые из них сохранились до наших дней. Но они ведь расположены вокруг всего города в далеком расстоянии. Вот написано тут вот как раз северные форты. Почти 5 километров даже отсюда еще. Ну, вот чувствуется тут это дух царских времен еще. Ну, потом в латвийское время тут была латвийская армия. Потом в 1939 году уже тут обосновалась советская армия. А в советское время это был полностью закрытый военный городок даже с базой подводных лодок. и с контингентом где-то 25-30 тысяч военных. Ну, вот тут мы видим что с этого осталось. Конечно, после ухода российской армии в 1994 году тут жителей осталось очень мало. Много домов было заброшено. Но тут получается, что еще кто-то живет. а вот некоторые дома уже реновированы в хорошем состоянии. Ну, вот тут как я смотрю эти дома вполне нормально обжиты. Тут магазин. А вот те которые уже постарше видимо с царских времен те ну так хотя не полностью но все же в своем большинстве видимо пустуют. Ну, в общем было написано что сейчас этот район как туристический объект. Да, но тут живут реально некоторые дома даже отремонтированы. А тут мы пришли к морю. Вот сколько тут машин. Это как раз то место где начинается северный Леопольский пирс. Вот он. По нему можно ходить и он там уходит далеко далеко в море. А вот какой тут сам берег моря типичный Курзомский. Я хотел там поехать дальше там в Павелосту но видимо сегодня не получится но надеюсь в другой раз. Такое скалистые эти берега Курзомские. Вот тут кафе имеется. Ну а это уже сам перс. Вон он изложен такими бетонными плитками и видно что это излюбленное место для рыболовов. Море вообще сегодня спокойное но чем дальше море тем все же ветер сильнее. И вот что отсюда видно там видны другие персы а это вид на порт издали. Тут уже мы отошли от берега немножечко. Вот некоторые так стоят хотя там никаких ограждений нет. Прямо на камнях. Итак вон какие чудесные дни удалось провести в этом городе. Увидел еще кое-что в том числе промышленную зону где строится совсем новый большой завод в том числе и в целом она такая убранная скажем так европейского вида. Ну в общем город постепенно меняется и обретает новый облик. Правда вот прошлого наследия у него действительно много. Итак вот я уже нахожусь у вокзала который вместе автовокзал и пора уезжать отсюда. Вот кстати это место этот вокзал был построен уже в конце 19 века но видно что громадный когда еще это была либо Вороминская железная дорога через Можирик я шла к Литву и как я прочитал она знаменита тем что через нее в начале в основном 20 столетия из всей России тут люди эмигрировали в Америку был даже прямой корабль и тут около полмиллиона людей уехало и оказывается что когда построили станции то на этом месте вообще не было никаких построек станция была как на пустом поле и только вот после этого постепенно тут начали строить что-то вот тут грузовой парк имеется а на этом месте вон прибывают автобусы вот я как раз и поеду так что всего доброго всего счастливо до новых встреч всего всего вам хорошего с Богом с Богом